Всем привет! Погода радует нас, а мы радуем вас. О самых интересных новостях к этому часу расскажу вам я, Матагулина Гульфия. Итак, смотри сегодня. Компания «Файзер» посетила Казанский федеральный университет. О том, к чему провела эта встреча, узнаешь в следующем сюжете. Компания «Файзер» встретилась с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым, чтобы обсудить перспективы расширения сотрудничества. Мы очень благодарны, что вы нашли возможность приехать. Вы проявили инициативу, как говорится, в новом формате, в новом качестве, в новой должности. Мы очень рады. «Файзер» – это американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Перед встречей гости побывали в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального. А также посетили музеи, где познакомились с историей университета. Напомним, что в августе 2015 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компанией «Файзер» и Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Документ предполагал совместную работу в рамках проекта, направленного на развитие медицинской науки и практического здравоохранения в Республике Татарстан. Вообще фармацевтическая промышленность входит в число наиболее наукоемких отраслей. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов выдвинул свои идеи и предложения. Если мы с вами сделаем мониторирование, то, что называется сейчас еще дигитом медицина, цифровая медицина, то есть когда мониторинг приема правильности, кратности, то есть начинаем еще и с фармакогеномики, всех препаратов, например, берем компанию «Файзер». Мы смотрим на наших пациентов, которые к нам приписаны. Это может быть очень интересный и долгоиграющий проект. На встрече было предложено и создание базовой кафедры «Файзер» в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. А также совместное развитие стратегии «Больше чем», которая была разработана компанией «Файзер» для того, чтобы внести вклад в модернизацию системы здравоохранения России, снизить уровень смертности, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни россиян. Встреча завершилась на позитивной ноте. Гости отметили, что надеются на совместное развитие тех компетенций, которые есть в мире. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета работают над топливом будущего. Прорывные разработки химического института имени Бутлерова в области газовых гидратов уже привлекли внимание крупных газодобывающих компаний. Мировые эксперты считают, что скоро человечество столкнется с глобальными проблемами нехватки источников энергии. Поэтому на сегодняшний день все ищут достойную замену черному золоту. Третьей в списке источников энергии по доле использования является природный газ. Ученые утверждают, что в ближайшее время он вытеснит с рынка сначала уголь, а чуть позже и нефть. Такие перемены связаны с последними достижениями в области исследования газовых гидратов, одного из колоссальнейших источников природного газа на планете. «Потенциальный источник углеводорода по оценкам содержания газа на несколько порядков превышает имеющиеся классические запасы газа. Это, скажем так, наше будущее, но в связи с тем, что сейчас пока непонятно, как из этого всего дела извлекать газ, как раз-таки необходимо изучение». Объемы действительно впечатляют. Сегодня они превосходят все известные запасы нефти и традиционного газа. В Казанском федеральном университете, когда стратегическая академическая единица «Эко-нефть» только создавалась, одним из пяти направлений исследований, которыми будут заниматься ученые, было выбрано именно изучение газовых гидратов. Такой выбор удивил многих. Менее чем через год научной группе, занимающейся исследованиями в данной области, удалось привлечь к себе внимание сразу нескольких крупных компаний, рассматривающих газовые гидраты как потенциальный источник природного газа. «У нас многонациональный коллектив. Это очень важно для такого рода исследований, потому что много стран проявляют к этой тематике интерес. И тут как раз мы занимаемся синтезом ингибиторов гидрадообразования. То есть вот, скажем так, непосредственно тут вот мы ставим эти синтезы, реакции, создаем новые ингибиторы, новое соединение». Газовые гидраты – очень перспективный ресурс с точки зрения эффективности и экологичности, поэтому определенно у него есть будущее. Арина Михайлова, Ленардов Литьяров, Универньюз. Группа из восьми молодых ученых Казанского федерального выиграла в конкурсе Российского научного фонда проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых. Теперь создаются сенсоры по определению эффективности противораковых препаратов. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. Группа из восьми молодых ученых Казанского федерального университета под руководством кандидата химических наук Анны Порфирьевой разрабатывают ДНК-сенсоры. Это небольшие миниатюрные устройства, которые позволят определять лекарственные препараты. В частности, это те препараты, которые связаны с химиотерапией. Разрабатываемые ДНК-сенсоры будут представлять из себя простые устройства, которыми смогут пользоваться как врачи, так и сами больные для диагностики необходимых параметров. Те, которые сейчас в разработке, представляют собой небольшой дисковый электрод из стеклоуглерода, который находится в корпусе из тефлона. То есть это, в принципе, достаточно стандартная форма такая, дисковый электрод стеклоуглеродный. Анна Порфирьева считает, что у проекта большое будущее. Хотя этой темой занимается достаточно много ученых. Такие исследования все равно очень востребованы. В процессе химиотерапии у каждого человека свой организм, свой обмен веществ. Подбор препаратов тоже у нас не всегда на самом деле происходит индивидуально. То есть эти сенсоры позволят контролировать содержание биологических жидкостей вот этих препаратов. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз. Разработки ученых КФУ заинтересовали представителей нефтяной компании «Лукоэл». Как на этот раз смогли заявить о себе университетские ученые, расскажет Аделя Шамилова. На прошедшей конференции в Пермском национальном исследовательском университете ученые Казанского федерального публично представили свои разработки, применяемые в области нефтедобычи и нефтепереработки. Доцент кафедры радиофизики КФУ Руслан Латыпов рассказал об уникальных приборах, установках и аппаратных комплексах, разработанных для геофизических исследований скважин нефтяных месторождений, а также созданных в Альма-Матер-катализаторах для внутрепластовой конверсии нефтей. «На данную конференцию мы приехали по приглашению наших коллег из нефтяной компании «Лукоил». Руководству компании необходимы были некие идеи, новые инновации для того, чтобы повысить свою производительность, может быть, расширить диапазон услуг, которые они предоставляют. Собственно говоря, вот ради этого я туда и ездил». Применение внутри нефтяного пласта катализаторов позволяет снизить долю тяжелых компонентов нефти, а именно серу, азот и вязкость. Такое облагораживание нефти уменьшает затраты на ее транспортировку. Высокое давление, наличие катализаторов в составе породы создает условия для частичной переработки нетрадиционных запасов непосредственно в пласте. Это позволит повысить степень нефтеотдачи и частично решить экологические проблемы, поскольку вредные выбросы останутся под землей. Все эти приборы по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. «Разработки уже сейчас внедряются в промышленности. В Казани была построена крупная фабрика по производству катализаторов, как раз на основе разработок наших казанских ученых Казанского федерального университета. И в целом в Казани ведутся исследования в области катализаторов не только для нефтехимии, но и для нефтеразработки, для нефтепереработки. То есть Казань является таким центром наряду с другими городами, где катализаторы и катализис являются важной отраслью науки». У представителей компании «Лукойл» мобильную установку университетских ученых вызвала живой интерес. В первую очередь потому, что при помощи нее в режиме реального времени можно отслеживать качество транспортируемой нефти. А сейчас перед учеными Института физики и учеными Химического института имени Бутлерова Казанского федерального поставлена задача общемирового значения – создать первую в России скважинную лабораторию, выполняющую измерения в зоне инфракрасной спектроскопии и деэлектрических потерь. Если принять во внимание, что лабораторные исследования пробы черного золота из трубопровода занимают от нескольких часов до суток, то выгода здесь более чем очевидна. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не пропускай свежие выпуски Универ Ньюс. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok